ЗВАНЫЙ ГОСТЬ Юль, давай познакомимся поближе, расскажи нам вначале о себе Я, наверное, могу сказать, что я это частичка фотографии Все-таки я не представляю свою жизнь без снимков, без камер, без каких-то вот этих эмоций, которые я постоянно ловлю Свой первый снимок помнишь? И каким фотоаппаратом он был сделан? Да, это была какая-то, наверное, жуткая мыльница с одной кнопкой, с пленкой Вот, как-то родители потом устали оплачивать проявление пленки, непонятные какие-то кадры, там, жучков, букашек То есть тогда это было вообще не принято вот такое фотографировать И потом появилась такая цифровая камера, потом более прогрессивная А ты когда-нибудь сама проявляла фотографии? Нет, нет, нет Проявлением никогда не занималась? Это прям бездна для меня Ясно, а после, постобработкой фотографии? Да, да, это прям целый мир на самом деле, да Ну, больше процесс нравится именно фотографирование или уже обработка? А это прям две таких чаши весов То есть, с одной стороны, фотография, работа с людьми, животными, это какая-то как охота, да Это свои эмоции, какая-то вот словить что-то А потом ты приходишь, растворяешься снова в этот же мир, погружаешься, только уже добавляешь каких-то своих цветов, своих каких-то там бликов, что-то еще такое И создается прям что-то еще новенькое такое, поэтому это я и то, и другое обожаю Хорошо, есть ли у тебя какие-нибудь предпочтения фотографии? Ну, например, там, ты любишь снимать природу, людей или что-то иное? Я хочу сказать, что даже себя искала как-то, да Сначала я начинала даже больше животных из природы, а потом поняла, что мне очень интересно работать с людьми Они, да, очень интересно ловить вот именно эмоции Я очень такой активный защитник семей, и я обожаю, когда люди приходят именно за семейными съемками Я понимаю, что через год, даже через два не буду смотреть, какие у них дети маленькие были, какие они были совсем другие Мама была рыжая, стала красная, зеленая, там, лысая, как угодно Вот, это очень здорово, вот, поэтому теперь я больше люблю работать с людьми, конечно Какой-нибудь снимок в твоей жизни запомнился, вот, по сей день, который ты помнишь, вот, он у тебя в голове всегда с тобой? Наверное, нет, потому что все-таки каждая съемка – это какая-то отдельная жизнь, да Это вот как в театре искусства, да, когда вот проживаешь пьесу вместе с актерами Так и я свою какую-то маленькую жизнь проживаю с новыми семьями Поэтому у меня каждая какая-то, знаете, как звездное небо, да То есть на небе звездочки появляются, как вот мои новые какие-то герои Поэтому я всех люблю на самом деле Вот так бывает, что да, вот я люблю всех Ну что ж, друзья, общаемся мы сегодня с замечательной девушкой, прекрасной, прекрасным фотографом Юлией Рихтер Ваши пожелания и вопросы можете задавать на нашей странице ВКонтакте Также у нас на сайте твоерадио.byu И также можете пользоваться нашим смс-сервисом 9700 Званый гость в самом разгаре сегодня у меня в гостях Профессиональный фотограф, победительница конкурса «Фотоспот» Юлия Рихтер Поговорили мы с Юлей об ее увлечении фотографий Продолжаем об этом, собственно говоря, беседовать Юль, скажи, продумываешь ли ты свои фотографии перед съемкой? Обязательно У меня бывает такое, что я там даже пару ночей не сплю, что-то воображаю, смотрю какие-то картинки там Какие-то рисую себе планы, там схемы, куда человечки идут, что они делают Вот честно сказать не ожидал, я думал, ты скажешь нет абсолютно Знаешь, бывает как когда, смотри, какая съемка Просто очень разные люди есть, и каждому нужен свой подход Если я вижу, что будет тяжеловато с позированием, либо они очень будут такие, ну, очень закрытые люди бывают, да То есть надо как-то их раскрепостить Сначала всегда есть план, после плана потихонечку такая разминочка проходит, а дальше люди уже просто понеслось Успевай дальше на кнопки нажимать, бацать, шедевры, и все А как ты раскрепощаешь? Например, детей, ты фотографируешь детей? Да, да, за детьми надо просто бегать Километражи, зумы, короче, там все что угодно С детьми достаточно тяжело работать, но всегда эмоционально и интересно Со взрослыми просто нужно немножко времени поговорить, как-то успокоить их Потому что на самом деле даже мне оказаться по ту сторону камеры, это уже как-то неловко Начинаешь думать, все ли в порядке там с волосами, с глазами, с чем угодно Приемы работы с людьми, они универсальны или все-таки для взрослых одни, для детей другие? Наверное, чуть по-разному в плане того, что с детками я всегда присаживаюсь вниз на коленки и говорю на их уровне, потому что это совсем другие люди И их языком Да, да Юль, кстати, вот есть мнение, что фотографии, в отличие, например, от живописи, это вовсе не искусство, а результат работы технических средств, ну и прежде всего фотокамеры Ты согласна с этим? Такой двояк, ну это интересный такой, тяжелый такой вопрос На самом деле фотография, она такое маленькое отвезвление от живописи И я, в принципе, училась снимать, анализировать какие-то работы по живописи И я считаю, что их отделять все-таки нельзя То есть те же композиционные приемы какие-то, которые художники используют, те же самые мы используем В конце концов, у художника тоже есть инструменты, правильно? Да, да А палитра, кисть? Нам, конечно, попроще Как считаешь, можно сделать уникальный снимок простой мыльницей, смартфоном Или же это, возможно, лишь с помощью серьезной техники от именитых производителей? Наверное, уникальная снимка для каждого своя То есть, если я, допустим, фотографирую своего любимого котика или ребеночка, то мне будет уникально, наверное, даже и на смартфон С другой стороны, если говорить о качестве, то есть я поглощена качеством Я обожаю профессиональные стекла, линзы, которыми я работаю, матрицы в фотоаппаратах, разрешения И я от глубины снимка, от того, что я могу рассмотреть каждый волосок, вот этого я тоже свою уникальность получаю То есть, в принципе, где-то можно, но в основном я бы, конечно, использовала больше такие профессиональные оборудования По твоему мнению, что отличает профессионального фотографа от любителя? Наверное, такие две вещи, скорее всего, это избирательность публики То есть, если ко мне идут люди, значит, я что-то могу им такое дать То, что они не могут сами себе дать Какое-то признание таким образом получают И второе, это ответственность, потому что вот если я работаю, у меня всегда есть запасные камеры, флешки, буфера, хранение информации и прочее-прочее Я знаю про позирование, про свет, про кучу всего, всяких настроек То, что обычный человек не будет себе забывать голову и даже любитель может не все это знать Юль, давай проведем небольшой блиц-опрос Твой выбор и буквально на каждый вопрос три секунды Черно-белое фото или цветное? На данный момент черно-белое Постановка или экспромт? Экспромт Лейка, Никон, Кэнон или что-то иное? Никон, Никон, я сама снимаю на Никон Ну и напоследок, Юль, может найдется совет от профессионалов для начинающих фотографов? Всегда брать с собой камеру Я тысячу раз жалела, что, думаю, она такая тяжелая, много занимает места и все остальное Всегда надо брать с собой камеру, всегда снимать, неважно, плохо, хорошо получается Опыт приходит только с опытом, как говорится Что ж, спасибо тебе, Юль, за беседу Пожелаю тебе новых идей, профессиональных и творческих успехов и, конечно, удачных кадров Классно, спасибо большое Твое радио Званый гость Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова